Дмитрий Татарчук Меня зовут Ситников Сергей, я знал Игорь К, Диму, хорошие парни были. Меня зовут Сырано Валентин, Игорь для меня был близким другом, и Диму тоже очень хорошо знал. Сергей Буруяна, знал обоих ребят очень хорошо, дружили. Меня зовут Сережа Останевску, мы много лет дружили и с Игорем, и с Димой. Очень хорошие друзья. Игорь Фортуны, это наши друзья Игорь и Дима, мы их любили, уважали. Гутул Андрей, был лучшим другом Игорь, и отлично знал Диму. Отличные ребята, хорошие, без обиды. Валерий Мачинский, знал одного из погибших, это Ярчак Игорь. Очень хороший парень. Меня зовут Владимир Татарчук, я являюсь родным братом Дмитрия Татарчука, погибшего, двоюродным братом Юрчака и Игоря. Виктор Кудрянов, знаю обоих парней, очень хороший парень. Для меня очень хорошие друзья. Горбатый Павел, знаю Игоря и Диму. Игорь одноклассник, мой друг детства, и Дима также является другим. Анохин Павел, Игорь и Дима, друзья наши с детства, одноклассники, всегда вместе были. В воскресенье мама Игоря начала бить тревогу. Начала всех обзванивать, но пока никто не верил, что такое могло произойти, поэтому особо никто не обращал на это внимания. В понедельник мама до обеда уже написала ей заявление, показала фотографии. Начали стягиваться люди, подтягиваться. Ко вторник у нас уже там было человек 30. И дальше больше. Мы уже там не спали. Мы были в Рыжканах. Мы были с утра до ночи в Рыжканах. Со следы до четверга мы, например, вообще не выезжали с Рыжкан. Как утром приехали, так до вечера, пока все не узналось, были все в Рыжканах. По исследованию вели только мы. Никто из... Никто, кроме нас, ничего не делал. Ни в понедельник, ни в воскресенье, ни во вторник. Нам дали уже следователя с Бельц. Мы приехали с ним в Рыжкан и начала двигаться какая-то работа. До среды обеда мы собрали всю полную информацию. Мы объездили все леса, все поля, мы обошли все. Мы узнали очень многое. Мы узнали все про телефоны, кто когда где был. Мы объездили все заправки. Мы взяли видео со всех заправок. Вокруг Рыжкан и Дубельц. Мы говорили с людьми. Мы нашли человека на заправке. Как эта заправка называется? Гимнаст. На заправке гимнаст мы нашли пистолечка, который видел все. Который видел в воскресенье в 14.39, как заехала машина, в которой был вот этот вот нелюдь Денис, как его, Головатюк, со своей девушкой. Мы нашли человека в речи, который видел, что в 3.03 и опознал он этого Дениса, он проехал в сторону Бельца. Есть видео в 6 часов, в 6.21, на котором мы видим, как Игорь, Дима и парень, которого зовут Денис, Головатюк, он вместе с ними на этом видео. Зная о том, что наши ребята последний раз находились на тракторной бригаде, так как был совершен звонок последний раз оттуда, мы очень сильно просили полицию, чтобы они съездили туда. Возможно, там были бы какие-то улики. Но полиция никак не отреагировала на это. Следя за бездейственностью полиции, мы решили съездить туда сами и оцепить полностью территорию. Приехав туда, мы расставили машины со всех сторон бригады и просто люди гуляли вокруг территории бригады, проверяли, чтобы никто туда не приезжал, никто оттуда не выезжал. Там находился охранник, сторож, который, по всей вероятности, вызвал хозяев этой территории. Хозяева территории являются родители Головатюка Дениса, главного подозреваемого. Примерно часа четыре ночи, в ночь со среды на четверг, когда мы оцепили территорию, приехали сотрудники полиции вместе с родителями подозреваемого. Они подняли очень большой шорох, начали на нас кричать, что мы заходим на территорию, хотя мы этого не делали. В этот момент сотрудники полиции просто стояли и молчали. Они нас убеждали, что... родители Головатюка нас убеждали, что якобы ребята живы, что они найдутся, что они просто где-то загуливают. Хотя на тот момент это уже была третья сутка, когда ребят не было. После чего они заехали на территорию, сотрудники полиции это видели, они так же само дальше молчали. Заехав на территорию, они потушили на всей территории свет, вышли с машины и испарились, просто испарились. Мы просвечивали, у нас был большой фонарь, мы просветили машину, там никого не было. Мы по территории светили, тоже никого не было. И ждали до самого утра. Утром мы оставили пару машин возле территории этой тракторной бригады, поехали к комиссариату полиции. В этот момент уже там работали другие органы, то есть не Рыжканские, а уже приехали Бельские и многие другие, которые начали развивать следствие уже на более высоком уровне. После чего уже начало продвигаться следствие. Мой сын взял их сюда, может они прятались от кого-то. И он взял их, спрятал их сюда. Он сидел с ними, они сидели тут. Мой сын плохо сделал, пожарил им картошку на диске. Мой сын привез. Полиция не во всем раздражает. Привез. Мы мы его им. Вот это все. Пусть охраняет дальше. Мы будем охранять. Все, а утром все собираемся, идем, все везде обыскивать. Все будем смотреть. Все, согласны. Даже несмотря на то, что неоднократно работникам полиции сообщалось о том, что на территории бригады есть подозрения, их очень много, что ребят последний раз там видели. И стоит проверить эту территорию, провести какой-то досмотр, работники полиции не проникали в бригаду вплоть до четверга. Понедельник, вторник, среда, три дня они полностью бездействовали. Ребята ходили за работниками полиции и упрашивали их поехать на заправку. Умоляли их изъять видео с камер наблюдения заправок. Последние показания свидетеля тоже с заправки на трассе Бельцы-Кишинев по бетонке. Где уже мы были с бельским следователем, когда нашлись документы одного из покойных. Ему звонили рыжканские представители полиции в среду вечером и сказали, что возможно завтра кто-то приедет, может быть нужно будет видео с ваших камер. То есть это было сказано при бельском следователе, который это все зафиксировал. Во вторник в обед предоставляем полиции видеозапись, где видно как речью заправку проезжает джип. Конкретно этот, потому что он свернул в поворот, через минуту он оттуда выезжает и едет дальше на Кишинев. Нашли свидетеля, который подтвердил, что за рулем не находился Игорь. Не Игорь и не Дима. За рулем находился Денис. Он это официально подтвердил в показаниях во вторник. После этого во вторник вызывают Дениса. И спросили, ты, ты, не, нет, не я. Пришел папа, наорал на всех там и забрал своего сына оттуда. Вы это видели, да? Это все видели. Откуда забрал сына? С полиции. Вы поймите, что даже когда в среду привезли уже с полными доказательствами Дениса к комиссариату, он не выходил с машины. Пришел начальник уголовного розыска и полчаса не мог его уговорить выйти с машины и пойти с ним в милицию. Они ждали, пока приедет этот нелюдь, отец его. Приехал отец, начал при всех кричать, обзываться, материться на этого начальника уголовного розыска. Тот стоял просто с опущенной головой и говорит, ну я ничего не могу сделать. Мне сказали, я должен все равно его забрать в милицию. Мы все не можем понять одного, почему мы сделали такую работу, почему мы принесли столько достоверных фактов, проверенных фактов, и никто до среды даже не хотел до обеда, почти до вечера ничего делать. С теми фактами, что мы принесли, во вторник уже можно было что-то сделать. Абсолютно такое ощущение, что не просто кто-то палки в колеса сует, а конкретно они все ничего не хотят делать. Его отец является в Рыжканах влиятельной фигурой. Он очень много лет работал милиционером, следователем по особо важным делам. Кроме этого всего, он получается состоятельный человек по Рыжканским уровню. Он баллотировался на мэра Рыжкана от коммунистической партии. И он действительно очень влиятельный. Его очень не любят, потому что он кричит, он обзывается. Я повторюсь, что начальник уголовного розыска, по нашей информации, является кумом или финном Головатюка Сергея, отца. То есть он имеет действительно колоссальное влияние в этих Рыжканах. Видимо, поэтому никто ничего не делал. Причем, этот парень имеет судимость условную 5 лет. И уголовное дело за покушение на сотрудника полиции. То есть это не пришли, не привезли там мальчика-дуванчика, который в своей жизни никогда ничего не делал. Он уже, у него уже есть послужной список. У него 2 уголовных дел. Вот я об этом и говорю. У него открыто уголовное дело за драки с... Люди уже 3 дня как пропали. Есть факты, есть свидетельские показания, что на их машине передвигался этот человек. И его просто допросили. Ну ладно, иди домой. Папа за тобой пришел. Как начальник уголовного розыска мог полчаса его уговаривать, и ничего у него не получалось? Даже когда была собрана вся информация, в среду вечером я поднялся наверх к оперативнику с матерью Игоря Юрчука, с Мариной. Мы дали все доказательства. Мы им дали все камеры, все видео абсолютно. И несмотря на это, они нам сказали, что ничего сделать не могут, так как нет доказательств, нет дела никакого. В принципе, за полдня, когда начали действительно работать следователи Бельские, вместе с следователями, скорее всего, Кишиневскими, потому что они приехали откуда-то. За полдня, даже не за полдня, а со среды, с обеда до среды, до вечера были уже закрыты, уже были показания, уже все было всем понятно. Единственное, просто не могли найти тела. Но за полдня, когда начали люди работать, было раскрыто все. Мы им дали все. Причем мы не собрали прыжканским полицейским и дали все. А мы им буквально даже все пошагово давали. Никто ничего не хотел делать. Абсолютно никто ничего хотел делать. Со всеми общались. Просто туда ходили и говорили, докладывали им все. В среду, уже когда приехал Бельский оперативник, Андриан, не знаю фамилию, Андриан Босс, он уже за все взялся и уже пошла работа. Он уже с нами бегал, он уже что-то делал. И чтобы вы понимали, и опять это подчеркну, что вплоть до того, что была машина, выехала ли машина за границу, и камеры все, мы все сделали сами. Рыжканская милиция не делала абсолютно ничего. Палец в палец не ударила. Все абсолютно... Да. Это от нас. Все мы им дали, мы им все показали, мы собрали все. Они даже никуда не выезжали своего комиссариата. Полное бездействие рыжканской полиции. Находясь в Рыжканах все это время, видя бездействие полиции, и всяческие попытки завести это дело в тупик, и спустить на тормоза, чтобы про него забыли, чтобы опять кто-то просто страдал без вина, а кто-то гулял по городу живой, здоровый, и радовался жизни. Мы хотим обратиться к тем, кто пытается это сделать. Мы не допустим этого. Мы будем всячески контролировать ход исследования, поднимать общественность, и доводить до общественности все достоверные факты. В воскресенье 26 числа мы собираемся в Бельцах, на центральной площади возле памятника Штефана Челмари, и планируем поехать на центральную площадь Рыжкан, для того, чтобы обратить внимание общественности на все происходящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова